Мы знаем про то, что открылось это знаменитое шоу под названием Клуб Хаус, которое стало мгновенно самым модным и которое является объектом вожделения для всех тусовщиков и медийных лиц. Но там сразу забанили мерзкую карлицу Соловьё. Сразу забанили, выкинули и его туда не пускают. Но я вам могу сказать, что это безобразие и тоже свинство. Потому что если этим людям больновато слушать Соловьёва, то всех убеждением их грош цена и блокировка обозначает только страх. Вот настоящая вся подлинная журналистика России, она заблокирована от федеральных каналов, от больших СМИ. И понятно, что там за вечер можно было бы провести полную революцию в мозгах. И блокировка это безоговорочное признание силы блокируемого. И поэтому я вот сейчас прошу, коль скоро его заблокировали, бедного Соловьёва, Лида, на мой аккаунт Соловьёва под мою ответственность. А у вас уже есть там аккаунт? Да, да. Меня уже вписали все. И поэтому пусть, блин, да пусть хоть извяжется. Я беру ответственность за него. Пусть расцветает сто цветов, как говорил товарищ Мао. И потом, сейчас смотри, у нас есть коммунистический депутат Рашкин, который сплёлся в вечной схватке рогами с престарелым Зюгановым за красную корону Компартии. Понятно, что депутат Рашкин её отхватит. И вот он тоже, в общем, насвинячил, накатав на бедного Соловьёва в прокуратуру донос за констатацию очевидного и абсолютно неотменяемого факта. Соловьёв, как тебе известно, сказал, что, да, Адольф Гитлер был исключительно храбрым. Да, действительно, я об этом говорю. И в армии служил. Много лет, нет, он не просто, он действительно героично воевал. Он, да, действительно, был потрясающе храбрым солдатом. И самое главное его, что самое главное, мотивацией всегда был чистейший патриотизм. Он показал последовательный и неизбежный итог патриотизма в его самом высоком накале. Я об этом тоже тысячи раз говорю, да. Либо надо, вот если заниматься всеми этими доносами друг на друга, то тогда нужно просто переиздавать срочно Конституцию. И на титульном листе под вывеской Конституция Российской Федерации крупно печатать слово «трёп», да. Потому что есть 29-я статья, которую не в состоянии отменить ни один подзаконный акт. Продолжение следует...